Центр оперативного управления МЧС Радываясь, назад понимает, выбор профессии был правильный. За эти годы Надежда помогла тысячам людей, а в личной копилке хранится множество историй, порой даже забавных. Запомнился молодой человек, студент, который во время своего экзамена не знал ответ, позвонил на 101 и попросил помочь ему ответить на вопрос. Я что могла найти в интернете, нашла, не знаю, помогло ему это или нет, но тем не менее такое было. Большинство звонков, конечно, не такие веселые. Ежедневно только в Минске в службу спасения поступают до полутора тысяч сообщений, а при сложных погодных условиях эта цифра возрастает два-три раза. По каждому звонку диспетчеры принимают решение. Как правило, работа — это командная. Пока один по телефону выясняет все обстоятельства происшествия, другие параллельно отправляют на вызов технику и связываются с экстренными службами, которые могут понадобиться на месте ЧП. Скорая? Примите по показу. Улица Железнодорожная, 3-й подъезд, 9-й этаж, 9-й этаж, в квартире, возможно, находятся дети. Работа спасателей часто зависит от сезона. В жару много звонков поступает с пляжей. Сообщают о тонущих людях. В осенние и зимние периоды о пожарах. То, что касается вот этого межсезонья, когда уже тепло ушло, отопление еще не включили, частные дома, начинают люди греться, а за время лета не посмотрели, как у них там пищное оборудование. И вот это вот уже является большой проблемой. На диспетчере большая ответственность. Принять звонок, разобраться в ситуации, успокоить паникующих, отправить нужных людей и технику к месту происшествия. И это все за секунды. Работать в Центре оперативного управления МЧС сможет далеко не каждый. Здесь важен определенный набор качеств и характер человека. В основном это стрессоустойчивость, уровень профессиональной подготовленности, коммуникабельность, умение работать напряженно в стрессовой ситуации, знать свое направление работы. От работы диспетчера зависит работа всей нашей системы. Каждый диспетчер должен быть своего рода психологом, потому что к людям нужно находить подход, понимать, что они говорят и помогать. Хорошо разбираться в людях диспетчер должен еще и потому, что в экстренные службы звонят не только те, кому нужна помощь. Иногда на другом конце провода любят. Пошутить. Держим, служим чаще помочь. По какому адресу, говорит, школа? Васнецова, 10? Ты сейчас пошутил, да? Спасибо. Ну вот, пожалуйста. В МЧС напоминают, сообщая ложную информацию о пожаре или другой чрезвычайной ситуации, вы подвергаете жизнь людей, которые действительно попали в беду опасности. Ведь счет порой идет на секунды. Диспетчеры МЧС. Первыми узнают о беде, быстро принимают решения, делают все, чтобы помочь. А потому помните, телефоны службы спасения 101 и 112. Здесь работают неравнодушные люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...